Обитый медленно открыл свой глаз. Тут засветился красным, и узор в виде тонких запятых начал двигаться по кругу. Перед взором предстала улица, совсем не напоминающая деревню скрытого листа. Несколько хмурых, покрытых грязью и обшарпанной штукатуркой бетонных коробок, в которых заметно заштурены и тряпьем окна. Мужчина почувствовал за своей спиной твердый материал и медленно прополз по земле, прежде чем встать. Земля была такой, какой быть и должна. Разве что трава была слегка пожелтевшей. Встав на ноги, он обернулся и увидел, о какой объект опирался спиной, прочная на вид бетонная стена от такой же коробки. Над ней распласталось свинцово-серое небо, покрытое тучами, готовыми в любую минуту выплеснуть тысячи капель на бренную землю. Шиноби осмотрел местность. Возле панельного девятиэтажного дома была асфальтовая дорога, а рядом детская площадка с каруселей и песочницей. Около домов были неровно расставлены несколько автомобилей различных марок. У одного подъезда сидел мужчина на вид старческого возраста. Он был тем единственным, кто сейчас находился здесь и видел незнакомца в черной мантии с рисунками в виде красных облаков в традиционной форме Акацуки. Внешне старик выглядел почти так же, как и обычные люди из прошлого мира. Не считая, конечно, обносков и лохмотьев, которые были на нем, выглядел он как обычный человек другой национальности. Седые волосы доходили чуть ли не до плеч, нос был слегка крючковат, глаза бледно-голубого цвета. На голове обито были черные, растрепанные и слегка выжженные после недавней битвы волосы. Правда он не помнил, что с ним произошло во время того сражения. Он лишь запомнил, что находился в деревне скрытого листа. Мир, в который он попал, выглядел совершенно иначе, по сравнению с привычным ему. Он был значительно мрачнее внешне, несмотря на то, что никаких боевых действий тут, на первый взгляд, не ведется. Машины единым потоком оглушительно двигались по шоссе мостовой, разбрызгивая лужи. Обито шел по тротуару одного из неблагополучных районов города, осматривая местность на возможные ловушки противников. Вокруг все выглядело совсем уж необычно. Многоэтажки возвышались и выглядели значительно хуже, чем прибранные домики в Канохе. Однако мужчина понимал, что он сейчас не там, где родился и жил до определенного возраста. Сейчас ему было необходимо освоиться в этом месте. Если сюда попали другие члены Кацуки, он должен их отыскать. Но в данный момент перед ним стояла другая проблема – трое молодых мужчин в разной одежде двигались прямо на него. По их внешнему виду стало ясно, что те в состоянии алкогольного опьянения. Первый, стоящий справа и находящийся ближе всех к Шинобе, был одет в белую кофту с синими горизонтальными полосами на груди. Его волосы были коротко подстриженными, а выглядел он практически лысым. Если судить по габаритам, ростом тот превосходил обито. Стоящий рядом с ним мужчина с щетиной выглядел чуть старше, но не столь грозно. Худой, он был в обычной ветровке с синей кепкой на голове, повернутый набок. Третий же был не менее внушительным по габаритам, хоть и выглядел полноватым. Его одежда включала в себя простую футболку желтого цвета и джинсы. Тот, что был правее, остановился и следом остановил своих друзей. Он перешепнулся со стоящим посередине, смотря на спокойно бредущего обито, который шел совершенно в другом направлении. Он заметил их интерес, а потому подготовился. Устраивать драку ему было ни к чему, но, если они будут пытаться его донимать, сильно пожалеет об этом. Обито зашел за угол какой-то многоэтажки. Тем временем трое мужчин, переглянувшись, разделились и побежали к двум сторонам дома, дабы устроить ловушку для обычного неформала в костюме. Спустя несколько секунд они уже стояли на готове возле стены, прижавшись, стали ждать, когда незнакомец выйдет. Но он не вышел. За многоэтажкой был большой забор, а потому у незнакомца не было возможности выбраться куда-либо, кроме как через две стороны. «Эй, ну куда он делся?» — спросил старший, худой на вид парень, переглянувшись с фусоватым качком. «Вообще без понятия. Пошли глянем», — ответил тот и получил в знак согласия кивок. Двое вышли из-за угла, но никого не обнаружили. Зона была абсолютно пустой. «Эй, Петя!» — крикнул накачанный мужчина и увидел вышедшего из-за угла толстяка, держащего железный кастет в руке. «Где он, блять?» Поинтересовался тот, а затем за его спиной мгновенно возник силуэт в черной мантии. Двое дернулись, увидев, что за его оранжевой деревянной маской ярко-красным светился глаз с неразборчивыми узорами, что выделялись черным цветом на фоне столь яркого ока. «Это что за?» Произнес худой в кепке, но не успел он закончить, как незнакомец начал исчезать и буквально через миг появился перед ним. Главарь банды хотел нанести удар ножом, но тот прошел сквозь силуэт, который обернулся в его сторону. «Да мать твою же!» Мужчина не смог договорить, ощутив, как боль сперва пронзила челюсть, а после и брюхо, заставляя свалиться на колени, обито нанес ему удар его же оружием сначала рукоятью в челюсть, а после и в живот. Парень в кепке накинулся на незнакомца, но тот стал абсолютно неосезаем, и преступник упал на асфальтовое покрытие, так еще и с таким смачным хрустом. «Какие же они слабные!» «Видимо, это не Шиноби!» «Да и формы неподобающие», подумал обито, сурово укинув взгляд на двух лежащих парней. Он спокойно продолжил свой путь, а его черная мантия развивалась на ветру, изображая красное облако. «Эй, сукин сын!» Гаркнул толстяк, взяв в руки камень, и, замахнувшись, отправил того в полет, что должен был закончиться ближе к шейному позвонку обито. Резкий звук удара булыжника, а неровный асфальт заставил поморщиться. Вновь мимо. На такие действия мужчина обернулся и бросил сердитый взгляд сначала на толстяка, а потом и на его товарищей. Лучше позаботиться о своих друзьях, раздалось из его уст прежде, чем он обернулся и пошел дальше. Ногата очнулся в каком-то темном помещении. Всюду было темно, и лишь благодаря Ирине Гону видимость была лучше. Он ощущал себя в помещении не столь большого размера с каким-то хламом посторонними лицами. Рядом с ним были неровно разбросайны шесть телефонов рыжеволосых людей с железными имплантами в теле. Это было на руку. Сам Ногата не мог ходить, а потому использовал эти тела для того, чтобы вершить свои дела. Это было лучшим из выдвинутых мыслей. По неизвестной ему причине он очутился здесь. В незнакомом месте и далеко от поселения Шиноби. Чакры других вовсе не чувствовалось, и это настораживало. Ногата не было известно, что стало причиной этого перемещения. С этим предстояло разобраться, но сначала нужно осмотреться. Все явно неспроста. Ногата попытался оживить одно из телефон, самое основное, которое использовал. Направив поток чакры в сторону брошенного на пол тела, он смог заставить того очнуться. Глаза распахнулись и засветились в темноте фиолетовым. В голове был бардак, и разобраться, что к чему и как произошло, не удавалось. Ногата только помнил, что отключился во время битвы в Канохе. Скорее всего, дело в перенапряжении, ведь он управлял всеми шестью пейнами, которые сейчас и были разбросаны в помещение. Один из пейнов, самый главный, встал на ноги, а затем по велению мужчины начал идти к металлической двери. Это было похоже на складное помещение, но выглядело оно больше как бункер. Пейн попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Тогда рыжий решил поступить иначе. Сделав пару шагов назад, он, используя свою способность, вынес главные ворота, отчего те отлетели и с оглушительным грохотом упали на твердую, железную поверхность. Уличный свет проник в помещение. Небо было пасмурным, как и в деревне дождя. Пейн вышел наружу и увидел, где все это время находился, склад был расположен возле какой-то коробки. Вокруг пусто. Шиноби увидел мужчин в темном одеянии, спускавшихся по лестнице с оружием в руках. Видимо, прибежали на шум. Пейн задумался о возможных мотивах этих людей, но, учитывая, что они кричат и держат в руках странные предметы, скорее всего, они настроены враждебно. Небольшая группа людей выбежала из объекта, напоминающего дом, что был довольно странным, столь маленькая и напоминающая груду с аварийного вместе железа. Жилище походило на коробку из металла. Спустившись с лестницы, они направились в сторону рыжего парня, уже наставив на него оружие. Многие из них носили черные куртки, а волосы у большинства были коротко пострижены. Их большая часть выглядела на возраст не более 40 лет. Пейнс реагировал более чем быстро. Бросив взгляд на своих оппонентов, а затем сложив печать, он практически мгновенно окунул местность в кромешную тьму. Техника иллюзии. Люди с автоматами начали в панике подать и стрелять во все стороны, потому что дальше своего тела не видели ровным счетом ничего. Крики какие-то, и по мнению Нагата, ругательные слова вылетали один за другим из их ртов. Напрягает и раздражает. Сам же Шиноби был в полном порядке. Ему было видно все, что нужно. Подойдя к краю, он осмотрелся, вода да и только. Он понял, что находился на большом корабле, но понять, в чем его специализации, не мог, хоть и старался. Необходимо связаться с остальными Акацуки, подумал Шиноби, перед тем, как повернуться к нервно дергавшимся людям. Из предметов в их руках вылетали мелкие объекты, что звучали оглушительно громко. Некоторые трещали, а другие издавали одиночные хлопки. Пейн направился обратно, на место, которое он принял за склад. Там его ждали уже остальные пять путей, которые были готовы в любой момент начать бой. Внутри склада было чуть светлее, чем раньше. Однако даже так ничего интересного заметно не было. Здесь валялся всякий мусор, который не раскроет никаких тайн и не даст подсказок, где он очутился. А главное как? Снаружи все так же раздавались крики автоматной очереди. Пейн на удивление понимал смысл слов незнакомцев, как и диалект их языка, хоть для него он был непривычен и резал слух без наркоза. Главный Пейн вышел через те же ворота и направился к основному столпотворению. Бежать было некуда, придется разбираться с этими людьми. Внешне они были совсем не похожи на шиноби. Их оружие было обычным, хоть и незнакомым мужчине. Несмотря на всю казавшуюся простоту, он не терял самообладание и не стал устраивать настоящую битву. Она ведь сейчас не нужна здесь, верно? Шиноби спокойно подошел к группе и взмахом руки отбросил тех в разные стороны. Это было необходимо, чтобы полностью дезориентировать их. Ген Дюцу все еще действовало, но у него были ограничения по времени. Пейн хотел пойти к тому самому зданию, которое являлось капитанским мостиком. Там должен был быть их главный. Оно было большим, бледно-белого цвета с несколькими окнами, выставленными в ряд. Параллельно с этим Пейн связывался с остальной группой. Обычно бесперебойная связь сейчас работала с помехами, но связаться с несколькими ему все же удалось. Каждый из них попал в абсолютно разные места. Сигналы от их чакры сходили с разных сторон и с разного расстояния. Пока что удалось связаться лишь с Кананой Дейдарой, а Абита и Итачи сами послали сигналы. До остальных же добраться просто не удавалось. А значит было три варианта, либо не все из Акацуки переместились в этот мир, либо сигнал в этом мире работает значительно хуже, либо кто-то из группы ранены или без сознания. Шиноби передумал тратить чакру и собрался покинуть этот корабль. Но сначала, как по сигналу, перед Пейном в воздухе начала появляться черная воронка, постепенно превратившаяся в силуэт. Все, кто находился на корабле и не был подвержен Гиндюцу, несомненно, были травмированы этим зрелищем. Тоби предстал перед главным Пейном, а затем подошел к другому телу. Это была молодая девушка с таким же цветом волос и с таким же персингом из чакроприемников, как и у других путей Пейна. Она стояла смирно, глядя холодным взглядом на очухивающихся людей. До берега совсем близко. «Можешь отправиться по воздуху и проследить, чтобы не возникло проблем. Я разберусь со свидетелями», грубо, даже бесцеремонно ответил Тоби, генерируя из своей руки древесину. «Чего, блядь?» крикнул кто-то из лежащих на палубе. Шиноби уставились на этого человека. Это был мужчина со средними по длине волосами, одетый в темную куртку и джинсы. Тоби просто молча проткнул этого мужчину древесиной насквозь. Тот зашипел. Остальные, услышав, что их собираются убивать, начали стрелять, ориентируясь по звуку, в сторону уговоривших Шиноби, что стояли перед ними. Пули проходили сквозь Тоби, тогда как для Пейна они были абсолютно не опасны. Из-за столь огромного залпа патроны закончились быстро и проткнувший мужчину быстро направился к кричащим, пытающимся отползти людям. «Предпочту не тратить чакру», ответил Пейн, смотря на остров у горизонта. Это были плавучие доки. Рядом с островом у причала стояли корабли. Пейн осмотрел местность вокруг, рядом маячило большое море, а небо было посморно серым и дождливым. Скорее всего сейчас уже вечер. Тоби начал без церемонии убивать людей на корабле. Смерть ожидала абсолютно всех, кто здесь был. Одно дело парня в алкогольном опьянении, которым все равно никто не поверит, а другое дело вооруженные неизвестным оружием люди, служащие неизвестно кому. На помощь к Шенобе подошел один из Пейнов. Длинноволосый мужчина, который поднимал свою ладонь над головами тех, кого считал полезным для поиска информации. Само собой, все жертвы падали замертво. Остальные пути Пейна разошлись в разные стороны и стали осматривать местность, чтобы не допустить побега хоть одного свидетеля. Палуба заполнилась душераздирающими криками. Огни панельных домов светились в ночи. Тучи уже разбрелись в разные стороны и где-то рядом с небосклоном вылезла желтая луна. Корабль был отправлен в свободное плавание по другому курсу. Вокруг было пусто, так как практически все криминальные элементы покинули эту местность, увидев, как судно развернулось в другую сторону. Пейн шел по плавучим докам, осматривая местность. Было необходимо полностью исключить возможность потенциальных свидетелей, а потому Шиноби проверял все своим ринеганом максимально тщательно. Но никого из людей видно не было. Тоби же залез на один из железных ящиков в доках и высматривал людей с высоты. В ночной темноте он был практически незаметен, за исключением «Никого нет. Можем отдохнуть», произнес мужчина и присел, облокотившись о ящик, по которому шагал Тоби. Тот спрыгнул с него и приземлился на четвереньки. «В этом мире многое работает не так, как должно», произнес Шиноби в Москве и тоже присел. «Так и есть», ответил Пейн и достал карту на единую обиду капитана корабля. Несмотря на достаточно слабое освещение, было хорошо видно весь этот мир. Он разительно отличался от привычного, здесь было больше материков, значительно больше стран. Сейчас эти Шиноби находились на территории Российской Федерации. Но их было здесь только двое. Чакра Итача ощущалась не так далеко на востоке, как и чакра Дейдары. Необходимо было определиться, как вычислить их местоположение. Сигналы от чакр встречали множество помех. Было известно лишь направление, а потому процесс занял много времени. Труднее всего было достать Итачи, который не имел способности к полету или телепортации. У тебя все способности работают. Поинтересовался Пейн и отложил карту на бетон. Холодный осенний ветер ударил в лицо, но это не являлось проблемой. Не все. Техника призыва не имеет никакого эффекта, ответил его собеседник, оглядывая местность. Ржавые ящики разных цветов, обшарпанные они два и целые. Несколько уже, похоже, заброшенных кораблей находились на самой бетонной платине, а еще два судна были в море, прицепленные к ней. Небо было темно-синим, а в нем рядом с луной сквозь недавно разошедшиеся тучи светили ярко-бледные холодные звезды. Эти люди такие же, как и в нашем мире. Внешне они немного отличаются, но в остальном на них действует все то же, что и на людей из нашего мира, рассудил Пейн, облокотившись затылком о ящик. Они не шиноби. За все время я не встретил ни одного владельца чакры среди них, отозвался Тоби своим грубым голосом. Когда он общался с Пейном, то не старался разыгрывать из себя дурачка и говорил очень серьезно. Так или иначе, мы каким-то образом понимаем их речь, хоть их языки нам совсем не родные. И, что самое главное, нет никаких подсказок о том, для чего мы здесь. Пейн был явно не в духе, так как его напрягала та неизвестность, перед которой встала вся его группа. Радовало лишь то, что хоть некоторые из Акацуки были целы. Это не наш мир. Независимо от того, для чего мы сюда попали, мы не должны здесь оставаться, рассудил уже Тоби. Он аккуратно встал и посмотрел на море. Под потоком ветра оно двигалось активно и переливалось в этом небо темно-синим. Голова Шиноби была закрыта капюшоном, отчего волосы здесь развивались лишь у Пейна, которого совершенно не беспокоил холодный климат этого места. Необходимо собрать группу, а дальше уже искать способ выбраться отсюда, сухо ответил Пейн, смотря в спину Шиноби. Я попытаюсь связаться с остальными. Удачи, ответил Абита и направился в другую сторону. Я пока постараюсь найти их по сигналу чакры. Дейдара очнулся на земле. Открыв глаза, прикрытые длинной челкой, он увидел небо, что раскинулось над ним в дневных красках. Солнце светило под углом и было скрыто высокими деревьями. Немного поднявшись, парень осмотрел себя, форма Акацуки была покрыта грязью и в целом не казалась привлекательной, длинные желтые волосы были все в пыли. Это напрягло парня, ведь он предпочитал выглядеть более изящно, подобающе для своего статуса. Дейдара встала на ноги и увидел лежащую рядом бледно-белого цвета сумку с глиной, которую он использовал для взрывов. Ее очертания напоминали форму цилиндра с закругленными краями, а замачек на молнии скрывал содержимое от чужого глаза. Кинув взгляд прямо, парень удивился ровная асфальтовая дорога была длинной, и ее конец скрывался за поворотом через десятки этих самых деревьев. Дейдара нагнулся, взял свою сумку и, недовольно ворча себе под нос, направился вперед, рассчитывая хоть куда-то выйти. Он мог бы создать глиняную птицу, как делал это раньше, однако глины в сумке было очень мало, большая ее часть была израсходована во время штурма Канохи. На левом глазу все так же оставался металлический прибор, предназначенный для обзора и дальнего боя. Лес же был протяжным. Множество кустов, листва на деревьях было достаточно пострижено, чтобы не загораживать дорогу, но далеко не везде. В некоторых местах, похоже, давно не работали руки человека. Не прошло и пяти минут, как к взору Дейдары предстало первое живое существо, помимо растений. Это была большая черно-белая панда, которая что-то делала «Возможно, рыла яму». «Это еще что за создание?» Удивился Шиноби. Он никогда не видел панда и не понимал, что они из себя представляют. «Я бы показал тебе свое искусство, но глины как-то маловато». Парень нахмурился, оглядел округу. Не найдя нигде следов возможной глины, недовольно скрестил руки и прошел мимо, все так же не спуская взгляда с панды. Он не знал, опасно ли это существо. Однако сейчас оно лишь небрежно ковыряло землю. Рядом с ним лежали обломанные кусочки бамбука. Дейдара чуть не ударился о ветку, но металлическая пластина на бандане защитила его от удара. В голове кружилась мысль, что он попал куда-то вовсе не туда, куда нужно, и это его напрягло еще сильнее. Мысли путались, время от времени он спотыкался, не сдерживая свои эмоции, что-то бормотал под нос. Дорога была все еще длинной, что разумеется выхода не было видно. Зато были указатели с надписями на китайском. Сам же удивляясь этому, парень понимал этот язык более чем. Он знал, что это совершенно чужой язык, но каким-то образом мозг прекрасно его интерпретировал. Немного покопавшись в своем сознании, парень обнаружил, что может перевести множество разнообразных слов с одним и тем же смыслом. Их было очень много и каждое было понятным и логичным, но совершенно непривычным. Деревянная стрелочка вела прямиком в том направлении, в каком и двигался Дейдара. А значит, ему достаточно сильно повезло. С возникшей ухмылкой на лице он продолжал идти вперед. Лучи солнца, что пробирались через листья деревьев, падали на запачкавшуюся форму и кожу молодого Шиноби. Кинув взгляд наверх, тот увидел плавно двигающиеся вместе с небом облака. И куда это я только забрел, вслух озвучил мысли парень, когда встретил еще одну панду, в этот раз сидевшую на дереве. Надо поскорее покинуть это место, я уже не показывал свое искусство людям целых. Много часов. А сколько же, интересно, времени прошло? Дейдар Увэс мучил вопрос, где он оказался. Он, конечно, знал языки этого мира, узнать всю его суть, отличия от родного, к сожалению, не мог. Здесь многое было таким же, каким и в привычном мире. По крайней мере, пока он не увидит существенные отличия. Внезапно ветка над парнем зашуршала. Он резко уставился наверх и увидел очередную панду, держащую в зубах бамбук. Да сколько же вас тут? Утро выдалось дождливым. Пейн стоял на крыше одной из многоэтажек. Трудно было сказать наверняка, сколько здесь этажей, но однозначно больше пяти и девяти, ведь это здание возвышалось над многими другими. Выглядело оно ужасно, а в особенности во время дождя, который сейчас усыпался многотысячными каплями. С высоты здания открывался необычный вид на улицу. Множество небольших объектов двигались в противоположно друг от друга стороны, разбрызгивая грязь и слякость, которая возникла благодаря дождю. Капли падали с мокрых волос на кожу, скатываясь вниз. Мысли затмили разум, и Шиноби практически полностью погрузился в раздумья. Второй день в этом месте. Здесь многое похоже на его родной мир, но и отличий не меньше. За последние два дня стало понятно, что здесь множество людей с необычным оружием. Если в прошлом мире обычные люди, да и многие Шиноби в частности использовали катаны, сюрикены и куная, то здесь у них используется огнестрельное оружие. Пейн просунул руку в свою мантию и вытащил из запасного кармана одежды металлический предмет. Черная расцветка, небольшой размер. Это оружие достаточно удобно лежало в руке. Шиноби поднял руку с пистолетом вверх, чтобы примерно понять, как люди используют его. Но стрелять не стал, так как не стоило поднимать излишний шум. За спиной мужчины начала образовываться черная воронка, которая ежесекундно становилась больше похожа на силуэт. Шиноби уже знал, кто стоит за его спиной. Ну как успехи? Спокойно произнес он, плавно повернувшись к учихе. Я пытался отыскать хоть кого-нибудь. Мне это не удалось, сухо и грубо ответил Тебе, все смотря на собеседника, давая понять, что ситуация не из лучших. Пейн повернулся в другую сторону. Его заинтересовал то, как голубь стоял на краю крыши, чистя перья. Интересная картина и странные животные. Шиноби снова повернулся к Тебе. Жаль, что не ворон, подумал он, но не стал говорить вслух. Что ж, вечер того же дня небольшой бар был наполнен народом. Топот, смех и разговоры сливались в липкую, потную массу, отчего можно было не бояться обсуждать столь важные дела. В кабинете справа сейчас находились лишь двое мужчин. Один из них был среднего возраста. С короткими, ровными волосами, сейчас он сидел за столом, будучи одетым в белую рубашку и потертой джинсой. Цигарета спокойно тлела в стеклянные пепельницы рядом с небольшим граненым стаканом, заполненным ликером. Дым попадал также и на второго мужчину, более полного. Его голова имела залысину, а футболка была полностью черной, без рукавов. Мужчина, скрестив руки, смотрел на своего коллегу, который казался скорее мертвым, чем живым. Борис произнес мужчина в черной футболке. Мне правда очень жаль. Борис же тем временем уставился на стол, смотря, как белый дым взлетает ввысь и растворяется в пустоте, словно его и не было. Взяв стакан, мужчина сделал глоток и поставил наполовину пустой сосуд. Тридцать семь человек. Мать вашу. Тридцать семь. Продолжал он говорить в пустоту, не обращая никакого внимания на своего коллегу. Что я скажу их матерям и отцам? В каком гробу мне их привозить? В закрытом? Я понимаю, Борь. Успокойся. Наши ребята сделают все, чтобы найти мразей, которые сделали с ними такое, ответил полный мужчина. Слушай сюда, Серега. Мы обязаны, нет, должны найти тех мерзавцев. Ты лично должен принести голову каждого, кто причастен к этому. Борис сделал еще несколько глотков и взял сигарету из пепельницы. Да. Да, я все понимаю. Мы убивали, но в этих поступках не теряли, сука, честь. Если мы даже не знаем, как точно эти гады их убили. Как нам их найти, Сергей? Большая часть парней полегла из-за холодного оружия. Неизвестно, кто и как это сделал, по камерам были помехи. Но они использовали древесину, которые протыкали всех, кто попадался им, ответил Сергей. Он казался сейчас спокойным, хоть мужчине и пришлось лично увидеть, что стало судном после прихода тех сволочей. На судне осталась гора трупов и вместе с ними лиц, на которых застыли ужас, боль и страх. Как это возможно? Борис повернулся к собеседнику, потушив уже докуренную сигарету. Я даже в мыслях не припоминаю никого, кто бы так поступал. Все мы на руку нечисты, но так далеко в грязь не окунались. Были известей о новых группировках. Да и что значит протыкали древесиной? Я сам без понятия, приятель. Говорю как есть, без промедления ответил собеседник, пронзая взглядом. Зато вот что мы смогли обнаружить в куче гильз, он протянул черную ткань с кусочком красного облака. Борис же тем временем вновь уставился в стол. Эта ткань лишь свидетельствует о новом нахлынувшем на нас гаде. Он еще поплатится за то, что сделал. Получит ответ в двойном размере, пронеслась мысль в его голове. Руки сжались кулак. Нужен еще стакан ликера. Хорошо, что хоть товар не захватили. Позили парней, будем думать, что делать с этой находкой, отозвался он и допил оставшийся на дне стакан ликер. Сергей же тем временем молча кивнул, встал и направился к выходу из кабинета в бар, где, помимо пьяных в хлам клиентов, были люди Бориса. Заброшенный завод был очень большим и просторным. Несмотря на множество окон, внутри было недостаточно светло, особенно из-за пасмурной погоды, что длилось уже не первый день. Все было столь хмурым, прямо под стать настроению. Весь бетон пол был в разных отходах, камнях и полуразбитых кирпичах. Несколько крупных и не очень ящиков, вагонеток и деревянных балок, бутылок, осколков от разных разбитых предметов, сделанных из стекла, выстраивали из себя абстрактный узор. Интересно, кому такое понравится? Пары больших прямоугольных горизонтально расположенных окон с уже потрескавшимся, а местами разбитым стеклом пропускали порывы ветра Трудно поверить, но лучше место для ночлега, чем это, найти не удавалось. Это более-менее целое помещение, которое еще не успело совсем уж развалиться. Здесь и будет временное пристанище для Акацуки. Точнее для одной из пар членов группы. Мантия рыжеволосого Шиноби была фактически изодрана из-за недавних событий. Необходимо было шить новую, но найти специализирующегося на этом человека весьма трудно. А предстать перед ним еще труднее. Одежда Тобежа была целее, хоть и запылившейся. Оба прекрасно понимали, что так дело не делаются. Эти ребята не спали ни ели с момента прибытия. Даже если учесть их стойкость и ум не приспосабливаться к разным жизненным условиям, выдержать еще несколько недель или даже месяцев в таком темпе им не удастся. За три дня эти двое смогли многое понять. Этот мир также держится на деньгах. Интеллект, подготовка и характер другие, но биологически это тот же вид. Пейн присел на один из ящиков так, что лохмоть и одежда свисались с краев. Взгляд мужчины был уставшим и уставлен на одно из горизонтальных окон, через которое в помещении проникал ветер. «Я только что получил сигнал Чаку-Разицу и переслал ему ответ», отозвался Пейн, смотря в пустоту. Со стороны трудно понять, о чем он думал, но на самом деле его беспокоила мысль об остальных о Кацуке, которые все еще не вышли на связь. Очень тяжело, когда команда разделена и разбросана непонятно где и в какой части этого мира. Неожиданно из-под обломков прямо из бетона начало возникать человекоподобное существо. То странное, во что оно было облучено, напоминало растение. Так называемая мухоловка раскрылась, позволяя увидеть две стороны тела и лица. Одна была черной настолько, что все равно что скрытой во тьме, а другая невероятно белой. Ну что, не окочурились тут без меня? Поинтересовался Шара. Долго же ты приходил в сознание, отрезал пейн, все так же сидя на среднем по высоте блоки из каких-то материалов. Очнулся только пару минут назад. Что тут у нас? Тот осмотрелся в полумраке, заостряя внимание на лучах света от окон. Знаете, на пляже, откуда я прибыл, было куда интересней, Зицо устроился возле стены, опираясь на нее. Абита уже уловил многое об этом мире. Он решил сменить свою мантию и маску на более типичную одежду, посему и направлялся в соответствующий магазин. На то, что это именно магазин одежды, указывала большая полоса из неизвестного материала с выделенными жирными буквами одежда. В остальном же помещении почти ничем не отличалась от других. Такая же бетонная стена, через которую мужчина прошел без проблем. Внутри все выглядело, мягко говоря, не особо. Пол был выцветшим, с какой-то бордовой почти стершейся краской. Полки с разнообразными вещами находились в просторном, но, кажется, грязном помещении. Тоби не знал размеров одежды остальных, потому взял какую-то темно-голубую рубашку и черные брюки. Выглядит не так стильно, но вполне типично для местных жителей. Хотя ему ли говорить о моде? Тяжело мерить одежду, будучи одетым в мантию. Потому что набивзал еще немного трепья и проследил за немногими из покупателей. Нужно не выделяться, нужно слиться с остальными. Над проходом, куда люди направлялись, висела надпись примерочная. Звучало странно, но раз нужно. Спустя несколько минут мужчина, на сей раз уже похожий на типичного обывателя этого города, рассматривал отражение в зеркале. Рубашка подошла хорошо, но в данной обстановке она смотрелась бы неуместно. Обычная черная кофта с капюшоном позволяла немного спрятаться от взоров других. Нет никаких опознавательных знаков, кроме бренда. Идеальная вещь, чтобы слиться с толпой. Сама же мантия, как и маска, находилась в пакете, который Шиноби держал в левой руке. Кинув из-под капюшона взгляд на небо, мужчина увидел, что оно было серым. Уже третий день никакого солнца. И хоть климат здесь был значительно холоднее, жаловаться было не начто. Коричневые сандалии отстукивали от плитку тротуара, уже слегка разобранную и криво разбросанную. Кажется, Шиноби понемногу начал привыкать к виду города. То и дело смотрел на необычный архитектурный стиль разнообразных зданий и сооружений. Никогда ничего подобного в прошлом он не замечал. Район, по которому обид и передвигался, был жилым. Несколько скамейк возле пятиэтажных зданий, брошенные мусорные пакеты и прилепленные куда не лень белые субстанции. Несколько разнообразных машин стояли в округе. Найдя на скамейке место, не облепленное этими мелкими штуками, он присел и, опустив голову, задумался. Не было даже малейшего предположения, как Акацуки попали сюда и как им выбраться из этого мира. Проект мужчины, над которым тот долго работал, сейчас застрял на месте, как и его создатель. Идея бесконечного цукоеми и счастливой жизни Срин в мире иллюзий сейчас казалась неисполнимой, и это огорчало. Обито услышал возню и ругань где-то в подъезде, а потому бросил туда взгляд. Из железной двери вышли трое мужчин в темной одежде с погонами на плечах и в шляпах с неизвестным логотипом. В их руках был неадекватный дебошир, который пытался сопротивляться, несмотря на сомкнутые в наручниках руки. Из его уст исходило множество бранных слов и смысл каждого обито прекрасно понимал. Такой у молодой, а уже так опустился, подумал обито, затем уставил взгляд в ноги со своих брюк прямо на сандале, чтобы не вызывать подозрений у полицейских. Впрочем, они не интересовались незнакомцем. Им предстояло погрузить агрессивного в машину и увезти подальше, в участок на оформлении. Да. Это не анбу. Все справились бы гораздо быстрее, мужчина хмуро осмотрелся в который раз. Шиноби дождался, когда милицейские подойдут к автомобилю и полностью потеряют его из виду, а затем быстро проскользнул в подъезд. Окурки, разбитые бутылки из-под спиртного и шприцы. Он не знал почти ничего из этого, а потому для него все казалось простым мусором. Итачи присел, прижав руки к коленям. Перед глазами был небольшой проход, ведущий куда-то прямо. Из-за близорукости было трудно понять, что там вдали. По бокам же находились различные сооружения, чем-то напоминающие постройки в деревне скрытого листа. Земли под ногами не было. Вместо нее тротуарная плитка, которая на ощупь казалась невероятно прочной. Время уже подходило к ночи и предстояло искать место, где удастся спокойно переночевать. Заходящее солнце уже практически скрылось за одним одноэтажным зданием. Это место нельзя назвать мегаполисом, ведь людей здесь практически и не было. Оттого сохранялась безмятежная тишина. Итачи тяжело втянул воздух. Он вступил в Акацуки, чтобы дать своему брату силу. Но он не подписывался на то, что его забросят в какой-то совершенно незнакомый мир. На выдохе парень облокотился о стену. Черные глаза смотрели в горизонт, но ничего там, кроме полумесяца и бирюзовых облаков не обнаружили. День спустя, шина в стандартной форме Акацуки проходила мимо различных зданий, чьи размеры казались невероятными. Это даже не 10 и не 20 просторных этажей. Материал, из которого возводились эти архитектурные и невероятно эстетически красивые объекты, был поистине разнообразным, как и его цвет. Различные бордюры, тротуары, уличные лампы множество двигающихся объектов. Поначалу они неплохо так напугали Итачи, но сейчас он немного начал понимать, что и как тут происходит. Люди потоком двигались в противоположные стороны, кто-то остановился возле прибора, в данный момент мигающего красный с светом. В пол самим же прибором расстелилась дорожка из белых полос прямо на асфальте. Сам же Итачи не знал, куда ему двигаться. Перед ним стоял выбор из множества вариантов, которые не будут бывшими. Ведь есть только выбор и его последствия. Это муж Иноби научился еще до начала резни, устроенной им. Он не хотел убивать близких ему людей, но выбор все же был сделан. И хоть прошло много лет с тех пор, парень помнил каждый миг той трагедии так, словно она произошла вчера. А что же теперь? Тысячи людей двигаются в разные стороны в совершенно необычном месте. И нет никакой войны, конфликтов, проблем. Это место кажется утопией. Но в том и суть, что лишь кажется. Итачи увидел, что многие обыватели заходят через главный вход в какое-то помещение. Надписи гласят, что это универсум. Мгновенно в голове всплыл смысл данного слова. Это что-то типа магазина, где люди покупают то, что им нужно. Несмотря на отсутствие денег, Итачи все равно решил посмотреть, что же интересного люди там находят. Поэтому он двинулся в том же направлении, что и в помещении было прохладно, работали кондиционеры, различные прилавки, полки с кучей разнообразного товара. От продуктов питания до хозяйственных инструментов. Прямоугольные лампы были высоко расположены. От обилия товаров на любовь и вкус Итачи очень удивился. Здесь было даже то, о чем он даже не мог мечтать. Главное, конечно, деньги подавай. Надо бы Кокузу найти. Он быстро разрулит данную ситуацию. Мысленно подумал Шинобе, а затем, присмотревшись к ценникам, начал примерно понимать, что здесь используются деньги, хоть и совершенно другие. Необходимо было найти себе Эду, хотя это являлось скорее третьей степенной задачей, нежели воссоединение с группой. Три дня спустя, многоэтажный мегаполис в ночь оказался необычайно красивым. Свет, исходящий из многих тысяч ламп, сливался в единый узор, который на удивление смотрелся достойно. По дороге двигались машины, и где-то вдали разносились звуки сирен. Да даже и без них было очень шумно, хоть Шинобе находились на крыше небоскреба, осматривая всю местность. Тоби спокойно стоял, позволяя своему плащу развеиваться на попутном ветру. Зиц уже высунулся прямо из твердого материала крыши. Ты уверен, что она здесь? Поинтересовался Тоби. Сигнал чакры канан был приглушен, а потому лишь только Зиц мог вычислить ее точное местоположение. Абсолютно. Я чую ее. Она в том высоком здании с кругом на крыше. Грубо ответил черный Зицу, свободно смотря на город. У этого существа, в отличие от его белого собрата практически не было человеческих черт лица. Что ж, Тоби начал преобразовываться в спиралеобразную форму и уже через пару секунд исчез. Ну вот, опять ты спугнул его. Недовольный саркастически произнес белый Зицу, пытаясь потрунивать над своим собратом. Сейчас это не важно. У нас много работы. Ночь опустилась на небольшое поселение. Отряд вооруженных и облаченных в военную униформу людей прибыл слишком поздно. Они стали свидетелями ужасающей картины, которая даже для военного времени казалась сюрреалистичной. В качаемых ветром лужах крови поблескивал ярко желтый полумесяц. Несколько выпотрошенных телефон лежали возле оккультного символа, демонстрируя на своих изувеченных лицах ужас. Они стали жертвами жестокого ритуала, направляя лучи фонарей в разные стороны, несколько мужчин, на чьих плечах висела нашивка в виде флага Хорватия, поражались жестокости, с которой было совершенно данное злодеяние. Из относительно небольшого поселения численностью в сотни человек не было ни одного выжившего. Стекла в некоторых домах были разбиты, а пулевые отверстия и гильзы свидетельствовали о том, что жители оборонялись. Солдаты, несомненно, восприняли это как геноцид, которого за последний год было не так уж и мало. Но что должно случиться с противником, чтобы он решился уничтожить свое же поселение, да еще и столь жестоким образом, к которому прибегают разве что сектанты? Место было тихим, и лишь дыхание солдат, щебетание птиц и заверчков раздавались в округе. Возле одного из домов, освещенного лунным светом, в полумраке сидел молодой красной одежды была под стать крови, в которой была испачкана. Направив на него оружие, среди которого были преимущественно автоматы Калашникова, бойцы рассредоточились и начали говорить на своем языке. Исполнитель геноцида в свою очередь смотрел на них пустым взглядом. Сжав свое смертоносное оружие покрепче, он медленно встал, и его лицо поразила небольшая ухмылка. Лицо в отличие от одежды имело лишь один размазанный след крови. «Стой!» — крикнул один из военных, слегка звякнув автоматом. «Брось косу!» Властно воскликнул кто-то сзади. Их противник продолжал стоять и смотреть прямо им в лице. Спустя несколько секунд он с улыбкой выдал на хорватском языке «Вы желаете принять Джашина в свое сердце?» Одинокая фигура бродила в ночь посреди руин разрушенного войной города. Несколько бетонных многоэтажек потрескались, местами в них отсутствовали целые куски стали. Множество никому не нужных телефон лежали в различных местах, в скверах, на аллеях, в центре. Где-то вдали слышалось трикотание автоматических винтовок, а множество снарядов двигалось в разные стороны. Фигура присела на осколок булыжника и откинула капюшон. Деревянная маска, казалось, уже несколько дней не протиралась и старые следы крови оставались на ней. Возле фигуры лежал мужчина одной из славянских наций. Под ним образовалась уже высохшая лужа крови. На его плече была нашивка неизвестной страны. Это был синей рещица с крещенными двумя мечами и белой полосой. Увидев этим днем массовый расстрел взятых в плен безоружных людей в одном из зданий, обитый не стал вмешиваться. Он здесь только если там причина заключалась в невозможности договориться, то здесь причина была в другом. Это было настолько явно, что догадаться удалось почти сразу. В академии учили ценить информацию и как следует ее анализировать. Потому простой обыватель не мог понять, как так получилось, что за одно десятилетие мир сразу уже накрыло множество войн и бедствий. А обитая большая часть Шиноби Акацуки понимали. Вдали раздался грохот, и множество светящихся объектов озарили небо. Они двигались на огромных скоростях и приносили такие разрушения, что любой человек, владеющий таким оружием, сразу получил бы высокий ранг в мире Шиноби. Залповый огонь дошел до своей цели, активировав Шаринган, обитый увидел поднимающиеся облако дыма где-то впереди. Он скрыл за собой несколько улиц, окунув их в непроглядную без использования и дадюцу мглу. Те снаряды двигались на таких скоростях, что тяжело было следить за ними. Даже для того, кто воевал с детства имел огромный опыт. Время приближалось уже за полночь. Вокруг было шумно. Огромная толпа окружила стадион и восторженно ликовала, перекрывая голоса певцов. Сцена с выступающими расположилась в самом углу. Концерт под открытым небом не прекращался вот уже несколько часов. Исполнители жанра менялись один за другим, но смысл практически всех песен был позитивным и даже вдохновляющим. Праздничная атмосфера заполонила всю страну. Очевидно, был какой-то праздник, но и точь данная культура казалась чуждой. Бродя по заполненным людьми улицам, он не выделялся из толпы своим внешним видом. Лица многих были скрыты за разнообразными мужчин, так и женщин наряжены в разнообразные костюмы. И в таком карнавале все хоть и замечали азиатского парня в слегка потрепанной мантии, но не обращали на внешний вид никакого внимания. Двигаясь по тонким тротуарам, Итачи чувствовал, как из небольших кафетерей и магазинчиков разлетался необычайно приятный запах вкусной еды. К сожалению, Учиха не мог позволить себе ничего из этого. Несмотря на голод, грабить хоть кого-то из этих людей. Тем более для Шиноби, которые обладали спартанским здоровьем, подобная еда была безопасной. Но, к несчастью, Итачи не обладал таким здоровьем. Кинув взгляд на небо, он увидел большой, освещенный прожекторами силуэт на горе. К сожалению, зрение было слишком плохим, чтобы различить его, но было понятно, что это статуя. Молодой Шиноби остановился возле еще одной сцены. Несколько умелых фокусников выдували огонь изо рта. Такое зрелище его не впечатлило, но он был удивлен, что кто-то мог использовать огненные стихии. Впрочем, понимание того, что это всего лишь фокус, пришло стремительно. И даже несмотря на это, мастерству иллюзианистов нельзя было не позавидовать. Покинув шумные улицы, заполненные весельем и позитивом, Итачи остался наедине с собой. Ему, несомненно, нравилась праздничная привыкнуть к такому раздражению органов чувств. Яркие прожекторы, гирлянды лампы, приятный аромат, громкий концерт и восторженные крики все это перегружало мозг, и парень не мог сконцентрироваться на своих мыслях. Но чем больше он отдалялся от этой шумихи, тем сильнее внутреннее уныние покрывало разум. Хоть Веда и Тачи случившемся практически не было, он не переставал помнить о событиях прошлого. Но беспокойство за брата было еще сильнее. Чувство, что он не может присматривать за ним и помогать ему из тени, угнетало, а отсутствие видимого выхода из этого мира вызывало чувство беспомощности. Когда он добрался до пустующего проема между многоэтажными домами, почувствовал на себе пристальный взгляд. Подняв голову вверх и приготовив два серикена и Тачи, чуть прищурившись, увидел сидящего на крыше Тебе, который, свесив ноги, внимательно изучил своего соклановца. Капюшон, покрывающий его голову, колыхался, руки крепко впились в перегородку, не позволяя Шинобе сорваться вниз. О, какая чудесная сегодня ночь, оправдали и Тачи с лампой. Шинобе спрыгнул с крыши и тихо, практически беззвучно, упал на четвереньки. А, ой, кажется, не рассчитал высоту. И Тачи тяжело он ожидал встретить кого-то поприличнее, однако спустя несколько дней разлуки с Укацуки и бесцельного брожения по городу, радости прибавляло даже встреч с Тебе. Было понятно, что он лишь притворяется дурачком, но пока пытается играть свою роль, так даже прыща. Где Кисами? А, Кисами сон затерялся на каком-то острове, говорит, что там много акул, мне даже страшно, что они с ним сделают, голос Тебе казался игривым, и для молодого учихи, не привыкшего с ним вести диалог, это было неприятно. Ну же! Сэмпэй, вам не привыкать попадать в странные миры, давайте я вас проведу куда надо. Тебе протянул руку, обволоченную перчаткой. Недолго думая, Итачи вдохнул, прикрыл свои глаза и пожал ее. Пространство вокруг начало искажаться, погружаясь в воронку, которая остановилась все больше, а затем и полностью исчезла. Никто ничего не заметил и ни о чем не предполагал. Спустя мгновение двое Шиноби оказались в не самом радующем глаз месте. Внешне оно очень походило на свалку, в которой лишь немного навели порядок. И то, видимо, даже не утруждаясь. Но привыкшие к подобным условиям Итачи обид и не сильно жаловались.